По оценкам экспертов, стоимость квартиры и их аренды в Абхазии за последние два года выросла от 30 до 50%. Некоторые винят в этом застройщиков, мол, они завышают цены на новостройки, а это влияет на рынок в целом. Другие, что спрос значительно превышает предложение. Попробуем разобраться в причинах и поговорить о том, куда развивается история с рынком недвижимости в республике, а поможет нам в этом человек, который хорошо знает рынок изнутри, руководитель Сухумского агентства недвижимости, Елена Рублевская. Елена у нас в студии. Приветствую. Да, добрый вечер, Нала. Спасибо, что вы всегда приходите к нам. Мы дорожим вашим мнением, потому как эксперт, вы уже давно этим занимаетесь, хорошо знаете абхазский рынок недвижимости. Ну, интересно ваше мнение услышать, почему дорожает аренда квартир и вообще в целом стоимость жилья, недвижимости у нас в республике. Ну, на самом деле, за последние годы действительно, за последние два года действительно рынок недвижимости прирос. И если говорить про разные сегменты, то где-то порядком на 50%, в два раза. Такой скачок существенный. Существенно за два года, да. И это связано, да, два направления. Основное направление, конечно, что сейчас наш рынок можно условно назвать рынком продавцов. То есть это говорит о том, что спрос и заявки превышают предложения. Конечно, у нас Абхазия, она страна очень компактная. Город Сухум, столица, которая всегда была привлекательна для всех и для жителей Абхазии, и для людей, которые имеют двойное гражданство. Соответственно, центры Сухума и его районы больше всего подвержены вот этому скачку цен и отсутствием предложений на рынке. Если говорить по сегментам вторичного рынка, я имею в виду, что более преимущество... Что больше востребовано? Да, востребовано, да. Я бы назвала это однокомнатные и двухкомнатные квартиры. И второе направление это квартира с ремонтом. Вот удивительно, казалось бы, цены растут, а людям хочется не самим делать ремонт, а покупать готовое красивое жилье, качественное жилье. И они за это, кстати, готовы платить. Потому что цены на стройматериалы растут, каждый день растут, можно сказать. Да-да-да. И на самом деле... Проблемы с бригадами, которые ремонтом занимаются, это тоже время, по собственному опыту могу сказать. И на самом деле, когда оценивается квартира, допустим, ну, к примеру, квартира, трехкомнатная квартира до 80 квадратов с классическим, хорошим, качественным ремонтом, выставлялась на продажу в районе 8 миллионов рублей с мебелью, с техникой. Если сейчас посчитать ремонт квадратного метра за эту квартиру и мебель, которая там куплена качественная, то получится даже дороже на самом деле. Поэтому люди, конечно, торгуются, они, естественно, что-то выторговывают, но они платят такие деньги, когда они не хотят заниматься ремонтом. И сейчас не так все просто. Но цены ведь тоже не случайны. В связи с санкциями у нас очень, да, у нас, во-первых, я сказала бы так, небольшой выбор строительных материалов. Людям приходится все это делать удаленно еще, что-то завозить, привозить и так далее. А насколько в целом это вообще вот этот рост цены на недвижимость и на аренду отражает общую ситуацию в общей экономической стране? Насколько это соответствует там уровню инфляции, общему росту цен? Или вот это с недвижимостью у нас вот такая картина? Вы знаете, я бы сказала так, у нас лето это время работы в сегменте аренды, то есть посуточная аренда. Почему востребована у тебя одна-двухкомнатная квартира? Поскольку, конечно, в хороших районах, это вот район Синоп и центр города, включая район рынка, я имею в виду до улицы Шамиля. Это самые востребованные районы для аренды, для сдачи в аренду объектов. Поэтому одна-двухкомнатная квартира здесь у нас уходит на ура. Соответственно, так как у нас уровень жизни, качество жизни сегодня меняется, в связи с тем, что мы зарабатываем больше, да, собственники зарабатывают больше, они улучшают, вносят улучшения. И, соответственно, с этим они начинают поднимать цены на свои объекты, потому что они много вложили. Это первое. А второе, люди, которые сюда приезжают отдыхать, почему они выбирают частный сектор? Поскольку здесь, если соизмерять стоимость за номер студии, допустим, в хорошей гостинице, в отеле, в три раза, как минимум, она дороже, чем если снять просто в частном секторе хорошую, качественную студию с новым ремонтом, современным, то ли, конечно, люди со средним достатком выбирают вот такие студии. Поскольку есть спрос, в соответствии растет и предложение. Покупаются, ищутся эти квартиры, поэтому они отсутствуют сегодня на рынке в продаже. Самые востребованные. Действительно, вот если посмотреть по объявлениям, однокомнатные в центре города крайне-крайне редко. От 20 тысяч, вот если говорить сейчас в зимнюю аренду, они же тоже должны приносить доход собственнику, то на сегодняшний день, если раньше было от 10-15 тысяч стоило однокомнатная квартира в месяц, это зимняя аренда, вот сейчас от 20 до 30, исходя из того, что если 30 тысяч разделить на 30 дней, то получается это в сутки тысячи рублей. Сейчас, почему еще востребована аренда, просто помечу, что у нас сейчас начинается модернизация нашего аэропорта. В целом геополитической ситуации тоже. У нас приток людей с рабочими специальностями, которые сегодня где-то надо расселять, соответственно, объекты недвижимости в аренду будут все равно пользоваться спросом. А есть ли какие-то сегменты рынка недвижимости, где рост цен не наблюдается? Вот такой вот скачок резкий. Ну, знаете, невозможно сказать, чтобы нигде не наблюдался, потому что если, допустим, по городу цена приросла, то в каких-либо районах она потихонечку тоже, она не будет расти резко, никаких скачков, но процентов на 10-20 все равно она прирастет. Потому что люди, живущие здесь, они же тоже владеют информацией, сколько стоит квартира. Если они что-то продают в районе, у них какая-то определенная цель, или не просто какую-то проблему решить, а что-то купить. Как правило, сейчас на рынке на первое место выходят альтернативные сделки. То есть люди продают что-то, чтобы купить что-то другое или обменяться. Это самые сложные сделки, но мы сейчас к ним идем, и нужно быть к этому готовым. И работать уже одновременно в трех направлениях. Но несмотря на то, что новостройки в Сухоми появляются, все равно это как-то не может успокоить, что ли, этот спрос, удовлетворить частично. Понимаете, у нас очень мало строится жилья для некоммерческого жилья. То есть у нас, в принципе, у нас построен очень хороший дом. У нас первый, скажем так, комплекс домов на набережной по улице Кугония, у нас Канашок, на улице Сахарова, сейчас Эшба у нас улица, следующий дом у нас на Иналопе, там два дома. То есть это начало было. Потом ничего не строилось. Сейчас построился, состоит новый дом на улице Джонуа и 4 марта. Отличный дом, он медленно продавался, но практически все там уже куплено. И квадратный метр сегодня уже достигает 90 с копейками тысяч за квадрат. Начинали, стартовали с 46 тысяч за квадратный метр. Сложно было вообще представить эти суммы, 10 миллионов квартир в Абхазии. Сейчас никто не удивляется этому. И опять же, вы знаете, люди вкладываются, я знаю, что покупают для того, чтобы на самом деле, опять же, сдавать в аренду. Большую квартиру превращают в апартаменты из нескольких студий, и они сдают их. То есть у нас сегодня такой бизнес у местного населения. Это единственная возможность у них заработать деньги, наверное. Вот я имею в виду, в этой сфере именно. Ну а тем, кто реально нуждается в жилье, очень сложно приобрести. А вот те, кто реально нуждается в жилье, вот это самая большая проблема. Потому что нету, это единственное... Это если родители, например... Не оставили? Имеют там гостиницу или еще какой-либо другой дополнительный бизнес, не в социальной сфере, где-то работают государственные, то, соответственно, они могут этим помочь и приобрести уже в осень, когда они что-то заработали, когда у нас рынок становится как раз активным, продажи и так далее начинаются именно вот в этот период. А молодой семье как не было возможности купить что-либо, так и сейчас нету. У нас нет никаких инструментов, к сожалению. Ну и куда эта история движется? Вот простым работникам бюджетной сферы, обычным работникам, не руководителям. Вот есть надежда, что может быть что-то изменится? Или вот тенденция к росту цены, она будет... Ну если начнут строить социальное жилье, ну опять же, раньше строили, например, организации. То есть они строили на свои средства, они кредитовались в банки. У нас был такой... Жил соцбанк, был у нас промстройбанк, где кредитовались вот такие... Ну организации брали кредит и строили своих сотрудников, и сотрудники получали социальное жилье. Вот. На сегодня у нас ни одна организация ничего не строит. Если государство будет такие дома строить, то есть это будет бюджетное жилье, вот, где, может быть, молодым семьям будет предоставлена какая-то рассрочка, какое-то кредитование, вот залог этого жилья, возможно, можно будет таким образом помочь, я думаю, стартовать. А вот про новостройки, когда мы говорим, они называют цены, вы говорите, под 100 тысяч за квадратный метр. Это реальные расходы и небольшая прибыль застройщика, или вот такие завышенные изначально были? Вы знаете, что я не могу сейчас вам сказать про себестоимость строительства, это, наверное, не ко мне вопрос, наверное, все-таки к строителям. Вот. Но я хочу сказать, что у нас в разы подорожал металл, вот. Вот. Соответственно, естественно, все конструкции, которые на первоначальном этапе, это самое главное, это фундамент, да. Вот. Естественно, фундаментные работы сегодня, они не дешевые. Поэтому, исходя из этого, а потом цена прирастает по мере того, как растет этот дом. Понятно, на уровне котлована самые интересные предложения, ну, и самые, как бы, ну, там, скажем так. Да, ну, не опасные, да, наверное, для нас опасные, для покупателя, для обычного человека. Вот. Никаких гарантий и все остальное. Вот. Ну, в данном случае здесь выступает уже что? Репутация, значит, застройщика, да, наверное, я думаю. Потом репутация самих строителей, подрядчиков. Вот. У нас в Абхазии очень, ну, это легко, эту информацию получить. Вот. Соответственно, ты можешь ознакомиться с проектом, где декларацию выкладывают, эту информацию можно посмотреть. Вот. Самое важное, чтобы на уровне, на этапе получения разрешительных документов все четко и правильно было сделано землей. То есть земля бы выделялась конкретно под именно то, что будет строиться. Это важный момент. И если ко мне люди обращаются с экспертизой или какие-то вопросы по этому поводу задают, то я всегда сначала как раз вот это проверяю документы. Ну, как часто наши граждане задаются вот такими вопросами, когда приобретают жилье. Их интересует вот такая документация? Да. Вы знаете, раньше нам все равно. Цена, расположение, площадь, такие параметры. Да. Нет. Люди, приобретая, их интересует все. История объекта в том числе. Кому принадлежала, каким образом документы оформлены, весь ли пакет собран и так далее. Поэтому в любом случае в своей работе я руководствуюсь с тем, что если ко мне обращаются с просьбой помочь найти покупателя, я смотрю правоустанавливающие документы, то я обязательно докапываюсь до истории объекта. То есть я про объект знаю все. Вот. Поэтому это важно. Это важно, в принципе, для собственника. Это тоже важно на самом деле, что он продает. Ну, в целом, вы изучаете рынок не только в Сухуми наверняка, а знаете, в районах какая ситуация. Что наблюдается? Вот мы обратили внимание на то, что даже в Ткварчале цены подорожали на недвижимость, на квартиры, которые за 200 тысяч еще недавно можно было купить квартиру. Да, можно было. За 50 продавали. Вы знаете, что я вам хочу сказать, что как только произошел сдвиг по поводу интереса к Восточной Абхазии, это вот после того, как у нас восстановили инвесторы в этом, в Чемчире, гостиничный комплекс, и он сразу заработал, у людей какое-то появилось, ну, не знаю, вдохновение, наверное, да, для того, чтобы там жить, работать, что-то делать, и стали поступать заявки по поводу этого района. Вот. А поскольку мы со своей стороны и про Ткварчал рассказываем, там же сейчас развивается туризм, и хороший потенциал в этом отношении у города, и на сегодняшний день там, помимо того, что там обалденные природные ресурсы, там радоновые ванны, самые большие водопады в Абхазии и так далее, идеальная дорога. Архитектура? Красивее. До моря, там 30 минут езды на машине, на самом деле мы засекали, 30-35, там, смотря как ехать или не лететь. Вот. Поэтому этот район, естественно, будет прирастать в цене. Вот. И он интересен. А какие еще районы? Если говорить, это вот про те районы, которые... Очень интересен район Гулерипшский район. Почему? Потому что он большой. То есть пока доступный по цене, но перспективный. Я бы сказала так, что на сегодняшний день там просто есть большие площади земельных участков, которые можно осваивать в сфере туризма, экотуризма, животноводства, птицеводства. И вот я знаю, что там как бы и планируют, там люди обращаются, то есть они заказывают экспертизу документов, консультируются. Я понимаю, то есть мы не продаем земельные участки там, но я имею в виду право пользования земельными участками, но по экспертизе и по заявкам я понимаю, что в этом направлении, в этом районе очень востребован этот район сегодня. Потому что там и близость к морю, и к коммуникациям, и близость к городу, к столице, к самой. То есть там очень много плюсов, достопримечательностей. То есть он стратегически очень интересен. Ну, смотрите, если оценивать право пользования земельным участком, то это может быть до 500 тысяч за сотку. От 300 до 500. Ну, это в два раза дешевле, насколько я понимаю, чем в столице. Примерно. Ну, в столице, видите как, у нас нету земельных участков, например, которые бы выделялись под какие-то коммерческие цели. Город, потому что маленький, у нас здесь по 6 соток, да, людям. То есть если есть какое-то домовладение, и оно продается, которое можно снести что-то, построить, вот, и оно находится в очень привлекательном месте, это в историческом центре или, допустим, там, рядом с набережной, то сотка земли можно до трех миллионов достигать. Даже так. Я вот думала, миллион, полтора миллиона примерно, но, значит, есть и дороже. Год назад так и было. А сейчас просто уже люди ищут, у людей появляются интересные проекты, и они начинают искать, они понимают, что, ну, как бы покупаемость проекта уменьшится, оно будет в разы короче, если оно будет в правильном месте, естественно. Как в маркетинге. Что самое главное? Место, место, еще раз место. Место, да. А если вот посоветовать нашим слушателям, вот кто-то хочет купить квартиру, когда это лучше всего сделать? Или кто-то собирает на жилье? Когда подходящий момент, и как это сделать? Что вы посоветуете? Вы знаете, ну, на самом деле нету такого понятия, когда лучше покупать. Наверное, всплеск в плане продаж и, ну, как сказать, обращений. Вот я слышала, говорят... Но осенью всегда. Это как правило. А летом почему он меньше? Потому что в этот период люди, живущие граждане Абхазии, зарабатывают деньги во всех направлениях, сегментах, которые у нас возможно заработать. И они отвлечены на это. Вот. Собственники, которые приезжают, уезжают, они в этот период, у которых двойное гражданство или они владеют собственностью, здесь не живут. Они в этот период приезжают и выставляют на продажу через агентство или там друзей, знакомых пытаются продать. В этот момент, в принципе, он тоже интересен. Его тоже нужно рассматривать. Вот. Но пик продаж все равно приходится уже к сентябрю, где-то к середине сентября. А как вы думаете, вот люди, которые помнят Советский Союз, вспоминают, что когда-то квартиры в Питсунде и Гагре меняли на Москву? Да. Вот мы можем в ближайшее время дойти до того, что вот квартиры в Абхазии можно будет обменять на квартиры в Москве. Равноценные по стоимости. Если мы говорим про цены, ну давайте так, смотрите, студия в центре Москвы, в новом доме, Lightbox, то есть там, то есть это, ну то есть она чистовая отделка, то есть она белые стены, там нужно будет только отделочный материал, то есть это не черные стены, не черная отделка. Вот. Она стоит порядком 24 квадратных, 24-28 квадратных метров, ну где-то в пределах 9 миллионов, 10 миллионов. Представляете? Вот. Что хочу сказать? Приближаемся. А у нас эти деньги можно купить, допустим, 100 квадратных метров, Lightbox, например. Ну вот пока мы вот так, наполовинку. Мы пока, слава богу, к Москве еще не приравнялись. Не настолько приблизились, но... Сочи и Москва уже приблизились. Даже повысились, наверное, если в некоторых сегментах. Вот. Жилой недвижимости, я имею в виду. Ну никаких факторов, которые говорят о том, что цены могут немножко снизиться, стабилизироваться. Таких нет. Если коротко отвечать на вопрос, у нас мало времени остается. Нет. Мы снижаться не будем. Мы будем только повышаться. Может быть, не резко, а по чуть-чуть. Елена, спасибо за интересную беседу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!